Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на приложение, которое называется Wondershare Mobile Trends. И самое главное, что на продукт от Wondershare мы смотрим достаточно часто. То есть у них большой выбор работы с документами, различные утилиты для смартфонов, видеоредактора и много-много чего еще. Обязательно чекайте по ссылке в описании. Там реально много крутых приложений, которые стоят адекватно. И плюс у них у всех есть триллы, которые можно попробовать, а возможно вам и его даже будет достаточно. Так что чекнуть по ссылке в описании однозначно стоит и ознакомиться со всем набором продуктов. Благо с каждым годом они действительно становятся лучше и лучше. Ну а Wondershare Mobile Trends, я думаю, понятно по названию. Здесь мы можем переносить различные данные, их достаточно много по разному типу. Но давайте будем смотреть, как это все работает в реальности. В моем случае это приложение, которое не было приобретено. Я специально взял именно Tril, чтобы показать вам, как это работает в формате того, что вы будете использовать без оплаты. И есть Pro-версия. Она стоит адекватных денег, но вы должны изначально попробовать, посмотреть, соответственно, бесплатно. И далее уже для себя решить, будете ли вы пользоваться этим на постоянной основе. Главный критерий, который вы должны понимать, это приложение позволяет вам очень просто и быстро перенести WhatsApp. То есть, соответственно, чаты все из одного смартфона в другой. Окей, если это в рамках одной платформы Android iOS, проблем никаких нет. Но если мы переносим с iPhone на Android или с Android на iPhone, вот тут уже случаются сложности. Ну и, конечно же, Phone Transfer здесь аналогично. Восстановление, Backup, я думаю, здесь все понятно. Давайте посмотрим, соответственно, на первое. Это WhatsApp Transfer. Здесь у нас есть Transfer WhatsApp Message. Backup, ну и, конечно же, восстановить на устройстве. И есть некоторые другие приложения, которые тоже можно также переносить. Это Line, Viber, Kik и WeChat. Ну, для России, на самом деле, по большей части, популярны и актуальны именно WhatsApp и Viber. Line отчасти у нас им тоже пользуется, но чуть в меньшем количестве. Соответственно, здесь мы сейчас нажимаем. Так, окей. И вот здесь вот у нас нужно некоторые моменты проделать. Так как в моем случае смартфон на Android, это как раз Huawei. Итак, мы включили отладку по USB. Там все было максимально четко и понятно. И в моем случае получается сейчас, возможно, перенести с Android на iOS. И это вот так вот все максимально наглядно. То есть, соответственно, мы будем брать и переносить все, что здесь есть. Это, соответственно, сообщения, группы, системную информацию, фото, видео, документы и другое. Так что получается очень даже неплохо, но понажать на одну кнопку мы можем поменять их местами. Таким образом перенести, наоборот, с iPhone на Huawei вот все эти моменты. Далее нажимаем кнопочку Start и, соответственно, начинаем Backup. И вот тут вот мы столкнемся с небольшим моментом, что у нас Social Labs, да, ok, Trill, это все хорошо. А вот если мы захотим уже, соответственно, восстановить их и либо перенести, здесь придется уже раскошелиться на платную версию. Однако даже просто сбокапить уже удобно, уже хорошо, уже интересно. Ну и опять-таки, если пользуемся постоянно и для нас постоянно актуально, один раз там либо заплатить за короткую подписку, либо за длительную, тут уже решайте сами. Ну а если мы хотим перенести конкретно что-то типа SMS, закладок, будильников и всего остального, то есть как раз вот дополнительный режим именно по переносу. Здесь у нас полный момент того всего, что должно у вас быть, соответственно, на смартфоне. С точки зрения Backup здесь все очевидно. Мы выбираем соответствующие моменты, которые хотим перенести и можем их переносить. Единственное, то что у нас вот логи звонков, история Safari и сами приложения, можно переносить только с iPhone на iPhone, соответственно, если мы это просто бэкапим на компьютер, то мы их перенести не можем, так как мы не можем их скопировать. Ну а в случае с Android, там переносится вообще все. Ну и понятная история, что если у нас это работает в одну сторону, то будет работать и в другую. Причем можем как из бэкапа iTunes файлса, так и можем здесь создать бэкап и перенести его потом назад к себе на смартфон. То есть максимально все удобно, просто и понятно. Будет полезно обычным людям, будет полезно мастерским, так как у них не будет заморочки с быстрым бэкапом всем данным, переносом вот этого всего. Вы сможете еще и услугу оказывать. В общем, все это доступно здесь в полной мере. Ну и, соответственно, вы видите сейчас по ценам, что у нас как там и в каких критериях. Соответственно, в год можем оплачивать определенные вещи. Если хотим только WhatsApp, то, соответственно, одна сумма, перенос данных со смартфона другая. Ну а все функции за, ну, в общем-то, весьма скромные, те же 50 долларов. Так что выбирайте, смотрите. Я думаю, что для вас будет полезно. К тому же вы часто спрашиваете, как это вообще все работает, как перенести, какой способ максимально простой. Вот такой. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, ввезу из красной кнопки и пишите ваше мнение в комментариях. Актуальные ссылки на приложение на саму страничку ваше будут аналогичны в описании и в прикрепленном комментарии, как и всегда.